Собственно, тогда начну. И у тебя 10 минут. Да, нажимай. Уже? Я уже. Хорошо. Собственно говоря, полторы минуты о том, кто я, как я здесь оказался. То есть, ну, немножко продам себя как личность. Я закончил физико-технический факультет, обработал 11 лет на общих институтах. Никогда не мог общаться с иностранными специалистами свободно. Мне это было тогда очень интересно. Ну все. Моя цель будет на это направлено. Три года, четыре даже, наверное, уже, а может и четыре, ну, четыре года занимался и занимаюсь проектом «Солнечная батарея с полнарным концентратором». Это мое изобретение. Хочу поделиться тем, что месяц назад меня признали российским изобретением и собирается выдать патент. И собирается выдать патент? Да. Ну, они мне прислали, чтобы все равно готовы выдать вам патент. И есть потенциальные инвесторы, которые думают все это купить. В общем, как бы это было озвучено полтора года назад и где-то вот обещанного три года ждут. Прошло чуть меньше. И что-то вот началось выходить. Ну, помимо существующего проекта, который немножко, может быть, остыл для меня лично, как «Солнечная батарея с полнарным концентратором», который я готов продать за деньги, не так много хочу им посвящать времени, появились дополнительные проекты, связанные с моим первозрением, с моей позицией, с моей жизнью. Сейчас я живу на Алтайе в Толганском районе, можно сказать, пережил первую зиму. Успешно? Да, успешно. То есть я приехал сюда, не все люди доходят иногда, там человек замерз в снегах. Такие случаи, в общем, не так редки, на самом деле, кто живет в таких местах. Собственно говоря, один из главных проектов – это взаимодействие с живой природой и предложить людям то, что идет от живой природы. То есть один из таких проектов – это вот крем-бальзам жива. Можете взять, смотреть, потрогать, открыть баночку, понюхать ее можно. То есть это единственное, что нужно вскрывать, но я думаю, что это не страшно. Что это такое? То есть крем-бальзам жива – ключевой фактор, это он основан на живице кедрового дерева кедра. Что это такое? То есть это когда кедр получает рану, он истощает смолу. То есть это естественный способ заживления, повреждения живого существа, как дерева. И его эффективно применяли как лечебное и косметическое средство наши предки. Его эффективно применяли еще в том числе в Новосибирске в 1943 году, когда здесь был большой госпиталь и не было достаточно антибактериальных средств. И в качестве главных способов заживления раны использовали живицы кедра. Собственно, тут еще так же присутствует масло льняное, масло кедровое и материалы, которые изготавливают пчелы. То есть это воск, мед, прополис. Очень тоже эффективное средство при лечении всяких воспалительных процессов и кровообращений. И все это абсолютно живое, то есть натурально. Ни капельки техногенной цивилизации здесь нет. Вообще? Вообще. То есть никакого Е? Никакого Е. Никакой технологии машинного производства. То есть эти продукты собраны вручную, они сварены вручную живыми людьми на живой печке. То есть, собственно говоря, от живой природы через живых людей к живому их исцелению. Можно отрекламировать этот продукт так. Что я могу сказать сам? То есть сам я лично с удовольствием увидел эффективность этого средства при таких вещах, как остеохондроз после нагрузки на спину. То есть причем это происходит, ну, как чудно. То есть ты мажешь, через 15-15 часа у тебя болевые синдромы исчезают. Может быть не полностью на 100%, но вот сильно болевые исчезают. То есть в том числе при воспалении, допустим, вот были сильные ветра, у меня лука воспалилась и заболела. Помогает. При головной боли. То есть вот... Как головной боль? А? Где мазать? Ну, виски. Ну, по крайней мере, в тех местах, где идет воспаление, там помогает. То есть он стимулирует кровообращение. И снимает это мягко. Чем мне понравилось, это тем, что в отличие от классического решения, которое я пользуюсь, есть бальзам-звездочка, он не имеет резкий запах. То есть, по крайней мере, мне он нравится. Он не бросается сразу в глаза, его можно применять публично. В том числе он хорошо работает на чувствительных поверхностях. То есть это губы, глаза, ну и так далее. В общем, предлагаю товар. 150 рублей стоит 20 миллилитров. Вот это 20 миллилитров? Да. Это стоит 150 рублей? Это стоит 150. Всего 150 рублей? 150 рублей. Все, это можно купить? Можно. Ну, тут я на самом деле везу, потому что с 5 штук я уже продал Сашеву, но там есть остаток, 2-3, я надеюсь, что есть. Так, собственно говоря, что мне нужно? Мне нужен еще человек и не только человек. То есть мне нужна система сбыта таких баночек с кремом. Собственно говоря, есть место, где это производится, где... Почему это дешево? Это не дешево, это интернетовская цена. То есть, по крайней мере, такого аналога товар продается по такой цене. То есть, поэтому так выбираться. Здесь у нас сопоставим с компетентами. По-моему, это как раз тот самый случай, когда именно дешевая цена может отпугнуть покупателя. И как раз баночка за 500 рублей было бы более. Это мысли-слов. Идейная поддержка на незаявленную идейную поддержку. Ну, да. Собственно говоря, да, в общем-то, мне нужен человек, которым можно было бы привозить регулярно раз в месяц или полтора, или отправлять по почте товар, который мог бы распространяется в Новосибирске, например. И получается доля процента... Я даже могу озвучить на уровне там 8-10% от стоимости товара. Пожалуй, это все. Понятно. К сожалению, я не могу предоставить никаких сертификатов. Все. Все исключительно на человеческих отношениях и доверии. Тогда по 150 надо добавить. Я предлагаю тебе сегодня эту замечательную запись выложить как результатом. и создать страничку с описанием. То есть я бы прямо сфотографировал бы место, печку, где все это варится, то есть как это добывается, то есть что-то скидра снимается, что это вот так вот делается. И прямо с фотографиями или с видео предлагаю выложить тебе проект на сайте клуба. И, ну, возможно, кто-то прямо вот откликнется. Хорошо. Я, с вашего позволения, посмотрю, есть ли у меня остатки для вас. Я вот уже вот эту баночку готов. Хорошо. 150 рублей? 150 рублей. Единственное, 150 рублей это уже. Да. Да, и вот еще одна осталась. А вот у нас, у меня вот есть в руках у меня. Это 150 за мою и 150 за мать. А, ну, хорошо, уже взяли, да? Здравствуй. Хорошо, пап. А какой объем вот сбыта в месяц интересует? В общем-то, реально, примерно вот, ну, первую партию мы изготовили литр примерно. По 20, да? Да, по 20, то есть это порядка 40 баночек. То есть, ну, в принципе, можно сделать больше. Можно больше сделать. Подяжите? Нет, не подяжите. Есть вещества, которые присутствуют. То есть, есть пасека, есть кедровая живица. То есть, все, собственно говоря, обеспечивает то место, где вы сейчас проживаете? Да, это место, где я проживаю. Вернее сказать, я там, скажем так, я оттуда буду приезжать сюда регулярно, сейчас я оттуда переселяюсь, ну, осваиваю там жизнь. У меня там дом, который сейчас, я с ней буду заселять. Ну, пожалуйста, я его зимой откапывал. Сейчас, я думаю, он будет просто оттаивать. Пока, давай, если что, потом не оставлю. Хорошо? Как вас, в смысле, откапывали? От снега, от снега. Кстати, уже снимать.